Вкусная экскурсия. Учащиеся казахско-турецкого лицея для девочек побывали на молочной фабрике на Тиже. Вместе с 42 ученицами в настоящей сказке побывали и наши корреспонденты, получив возможность узнать все о производстве любимого лакомства не только детей, но и взрослых. До экскурсии в цехе по производству молочных продуктов абсолютно всех облачили в спецодежду. Накидки, шапочки, бахилы. Ребятам было очень интересно посмотреть работу в молочном цехе. Судя по эмоциям, их впечатлили размеры предприятия, масштаб производства, четкая и слаженная работа каждого, кто трудится на конвейерах. Мне очень понравилось, очень интересно, и я узнала много нового. Ну, обычно мы не задумываемся о том, что, возможно, мы каждый день покупаем, или кушаем, или пьем. Оказывается, даже простые вещи могут быть очень полезными. И от разновидности бактерий зависит тот или иной вид кефира. Еще меня поразило то, что у нас такая хорошая фабрика, это наша собственная, то, что делает Казахстан, особенно в Караганде, очень это приятно. Главный экскурсовод поведал о ребятам секреты гигантской кухни. Здесь они увидели, как разливают молоко, сметану, ряженку, упаковывают творожки и йогурты. Ученики побывали во всех отделах молочной фабрики, начиная от приема молока и заканчивая холодильником для готовой продукции. И каждый день увидишь, как продукт расфасовывается в фирменную упаковку, затем работницы раскладывают его в коробки, которые отправляются на склад готовой продукции. За несколько часов дети смогли узнать полный цикл изготовления молочной продукции. Мы приехали из казахско-турецкого лицея в составе три учителя и 42 ученика. Мы хотели показать детям, как готовится молочная продукция. И они на практике увидели все, что они читали в своих книжках. У нас на той неделе проходила неделя химии и биологии, и поэтому детям показали то, что есть. В завершении экскурсии учеников ждал накрытый стол с продукцией завода, что несказанно порадовало юных посетителей. А их преподаватели уверены, что полученные здесь знания помогут ребятам на уроках биологии и химии. И, конечно же, заметно расширит их представление о производстве молочных продуктов. Аныш Алхарбек, Ержан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.